На грани добра и зла оперативники нашли у бобруйчанина марихуану. Останавливается его причастность к сбыту. Где местный житель прятал сомнительное счастье. Живу как хочу, бобруйские милиционеры накрыли в порностудию. Сколько стоило горячее видео. Безумный форсаж местный житель пошел против правил, догнал закон. Всегда нужно оценивать дорожную ситуацию. Во что обошелся опасный маневр. Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Агроном за рамками закона. Сотрудники наркоконтроля обнаружили растительный тайник. 200 грамм марихуаны в дачном доме хранил 35-летний бобруйчанин. Со слов мужчины он нашел дикорастущее растение, нарвал и высушил. Останавливается его причастность к сбыту наркотического средства марихуана. Возбуждено уголовное дело. К слову, разовая доза конопли 2 грамма. 200, согласно УК РБ, считается особо крупным размером. Голь на выдумку хитра. 23-летняя брещанка основала студию по продаже интимного контента. Задержали нескромную девушку сотрудники в сфере нравов УВД Бобруйского горосполкома. Предприимчивая дама выступала в роли автора, режиссера, оператора и актрисы. С начала года фигурантка снимала интимные фото и видео со своим участием, которые затем за денежное вознаграждение распространяла через мессенджеры. Стоимость варьировалась от 10 до 45 рублей. В смартфоне подозреваемый обнаружен архив соответствующего содержания. Гаджет изъят покупателей интимных материалов установлены. Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порно. Лихач на дороге. Несоблюдение ПДД привело Бобруйчанина к штрафу. 27-летний местный житель, управляя «Фольтвагеном», решил совершить обгон непосредственно перед пешеходным переходом. Людей на зебре в этот момент не оказалось. Однако инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности. Быть предельно внимательными и осторожными, не превышать установленную скорость движения и избегать необдуманных маневров. В отношении Бобруйчанина составлен протокол. Ему грозит штраф в размере от 2 до 10 базовых с лишением права управления сроком на год или без. Осень на дороге. В Беларуси ожидается ухудшение погодных условий. В первые дни октября синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Также возможны туманы. Такая погода требует от водителей повышенного внимания и перехода на более сдержанный стиль вождения. Следует избегать резких маневров, разгонов и торможений. Пешеходам и велосипедистам надевать яркую одежду повышенной видимости. А в темное время суток пользоваться фликерами. За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Выявлено 591 нарушение ПДД, задержано 15 пьяных водителей и 16 бесправников. 86 пешеходов привлечено к административной ответственности. Безопасность на первом месте. МЧС проводит профилактику в частном секторе. Особое внимание полу листвы, травы и сухих веток. Из-за ветреной погоды и несоблюдения правил безопасности пожар может вспыхнуть в мгновение ока. Спасатели призывают не разводить большие кострища, а также разжигать вдалеке от жилых построек, не ближе 10 метров. Если люди прибегают к огню при уборке территории, нужно помнить про самое важное правило. Во-первых, перед тем, как сжечь костер, нужно подготовить место. Никогда не уходить от костра до полного затухания. И при себе иметь первичные средства пожаротушения. Ну и помнить, что детям возле костра также не место. Стоит помнить, такой процесс утилизации отходов значительно вредит природе. Во время пала растительности выделяются вредные вещества, которые разрушают атмосферу. Больше всего страдают реки, почва и леса. Важно задуматься и о собственном здоровье. Пары углекислого газа провоцируют отравление. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Продолжение следует...